приветствую зрители своего канала сегодня будут пельмени по рецепту сельского есть такой канал он у меня в подписчиках я посмотрел видео готовил он очень бомбический готовит но единственно там писали что сколько чего ложил до масло у нас получается сколько у нас 82 и 5 процентов а сколько у нас по граммам это идет это идет в общем стандартная упаковка так 200 грамм да лучше получается где-то где-то примерно 50 50 грамм мы сюда растапливаем вот взяли мы пельмешки или спешки очень получается здесь у нас килограмм килограмм и будем готовить мы полкило так как на сковородку есть килограмм у нас не поместится взяли мы ярославскую сковороду также из отпуск 2018 год ярославль и также можете смотреть среднюю полосу это 2019 год как самое главное сейчас масло сделать все отличненько и сейчас мы получается взрываем взрываем пакет взрываем пакет и именно ровно половину высыхаем получается примерно даже около половины где-то грамм 450 так немножко накроем сейчас крышкой так в общем один раз мы перевернули это дело все сейчас мы также смотрим масло мало ничего страшного мы добавим еще для вкусности и для полезности сейчас она растопится больше накрывать крышкой мы не будем так маслицы маслицы пельницы в конце видео вам зачитает кто любители рэпа зачитаем рэп посмотрите потом если получится так и немножко можно посолить так очень пельмешки у нас пельмеши немножко поджарились грим берем примерно пол чайной ложки соли немножко солим есть еще такая вот приправа для пельменей она идет перцем и чуть-чуть соли там и смесь перцев очень очень бомбическая вообще очень вкусно просто бомба реально получается суперский периодически и мешки перемешивайте чтобы было все ровно если видите что масло у нас масло хватает да очень получается у нас ушло примерно 100 грамм масла можно для ровности немножко еще отрезать получается ровно 100 грамм масла на полкило пельмени ну где-то полкило там 450 грамм у нас ушло вот и сверху также можем мы их сделать пишите больше комментарии также заходите плейлисты и сейчас я вам расскажу из чего приготовлены так состав вашим полуфабрикаты содержащие в тесте замороженные категории д пельмени из мяса молодых бычков так состав мука пшеничная хлеба пекарная высший сорт говядина вода питьевая лук репчатый соевый белок сухари сухари панировочные мука пшеничная первый сорт вода питьевая соль пищевая дрожжи хлебопекарные сухие инстантные ну тут понятно ей 491 молочный белок сыворотка сухая молочное молоко сухой обезжирь обезжиривание соль пищевая регулятор кислотности и 450 ай е 400 451 ай масло подсолнечной пченичная клетчатка соль пищевая комплексная пищевая добавка мальти дик старин так усилитель вкуса и ароматизатор и 621 соль пищевая ароматизаторы так мясной и пряный производство на предприятии использую яичный белок горчицу в общем все так скажем в целом все шикарненько все все четко всем спасибо и будем варить вторую точнее жарить вторую партию все сейчас второй результат лучше чем я делал готовит шеф-повар с образованием такой шеф-повар и мы просто берем добавляем штук водички для начала в общем это у тебя образование образование повар есть технолога нет просто повар конечно смотри ждем просто добавляем сливочное масло все что надо все есть я хочу я так плов готов я могу даже вам потом как-нибудь приготовить плов у меня плов охуенно пишите больше комментарии если все будет шикарно кто приготовит вам плов плов именно пришел не такой который у мамы получается будет просто вот так вот короче ждем 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 пока может даже давай паузу мы добавили еще майорана по столовую ложку столовую чайную ставил столовую и добавим чуть-чуть оригану получая на ушел чайной ложки и теперь пускай это все кипит немножко покипела вода добавляем приправу для картофеля мы будем рекламировать к низ примерно примерно пол чайной ложки и добавляем еще итальянских трав то что надо прям то что надо 1 4 чайной ложки ждем это кипение 2 немножко немножко перемешаем чтобы травы не не пригорели и не было вереву добавляем добавляем что к водичке еще немножко четверть стаканчик 200 граммов и ждем до кипения ждем пять минут засыпаем на пельмени здесь получается пол пачки полку добавляем огня и немножко их разравниваем можно перемешать накрываем крышкой и ждем пять минут прошло пять минут открываем крышку немножко погремели ничего страшно перемешивать будет много лайков будет много комментариев если немножко пригорело добавляем мясо если немножко пригорело добавляем мясо не ладора масло есть открыто ставим на медленный огонь и добавляем немножко масло и добавляем немножко масло перемешивать ставим под крышку и ждем 2 минут 2 минуты прошло мы снимаем крышку перемешиваем перемешиваем масло перемешиваем да это водяная это надпись надпись добавляем немножко водичка буквально на перемешиваем добавляем еще немножко масла добавляем еще немножко водички перемешиваем и ждем 5 минут без крышки перемешаем можно попробовать еще три минуты и они готовы но желательно их перемешивать постоянно бывает в течение трех минут так как вода вся выкипала и все выкипало мы добавляем по вкусу немножко приправа для картофеля примерно пол столовой ложки и перемешиваем готова к приготовлению приятного всем аппетита готова к приготовлению приятного аппетита и